Здравствуйте, драгоценные мои друзья! Ну вот сегодня проездом из Бомбея в Париж в нашу, так сказать, деревеньку заехала Валькирия. Проездом ненадолго, но вот такое чудо, что вдруг вселенная привела нам с вами такой подарок. И, естественно, мы, конечно, сегодня попробуем провести совместный стрим, но так как злодеи, зловещие колдуны все время гадят с интернетом, друзья мои, поэтому получится, не получится, нет. Но мы вот уже с Валькирией записали одно видео, и даже, так сказать, Валькирия решила сделать такой некий проект, проект, как это назвать? Опять это сложное слово, которое не выгорено, то есть она будет, во всяком случае, для начала возьмет у меня несколько интервью, скажем так, несколько бесед, ответы и вопросы. Вот она уже записала одну из этих бесед, и она, ну, интернет плохой, поэтому выложить она не сможет, это будет выкладываться на ее канале, поэтому, если кто хочет, вопросы там будут, ну, мы успели вот 20 минут, два вопроса. Конечно, производительность труда, друзья мои, вообще никакая, но во всяком случае, ну, вот какая есть, да, вот два вопроса, но во всяком случае будут еще беседы, и кто-то из вас, кто хочет узнать, Потому что здесь у нас фишка, что можно задавать даже самые такие зловещие и откровенные вопросы, и, в принципе, по условиям игры, ну, насколько возможно, насколько, я не знаю, сил у меня хватит, я вынужден буду на них отвечать. Получится, не получится, не знаю, друзья мои, но вот первое, первое видео сделано, и когда у Валькирии получится его выложить, она его выложит, ну, а потом, потом продолжим. Итак, как же так получилось? Вот вы давно планировали вот эту поездку, поездку в эту непростую страну? На самом деле, я думаю, что все-таки спонтанно это получилось, обстоятельства складывались таким образом, что я не могла не поехать, это получилось спонтанно, я бы сказала. Было у меня некое желание приехать, встретиться с определенными людьми, это получилось на данном этапе, к чему я очень рада, каких-то животных удалось увидеть и людей, и вот через стерни к звездам, через различные обстоятельства я попала сюда, к чему тоже рада. Великолепно, великолепно, и то есть вот программа, вот это вот путешествие, это все-таки, наверное, путешествие силы, потому что вы же человек мистический, и воспринимаете это не просто как некую такую турпоездку, а вот эти вот дорога, какие-то люди, с которыми вы хотели встречаться, или которые случайно попали на вашем пути, да, все же это некие знаки. Вы вот что-то, как человек мистический, загадывали, да, вот изначально был план, вот что вы хотите, да, вот принести, какой багаж, какие бриллианты или какие шишки вы готовы взять и принести? Да, у меня было, наверное, несколько, но вот основная из них, мне не дает покоя, что шаман находится в заточении, да, и я решила, что, ну вот, если есть какая-то возможность куда-то поехать, почему бы не сделать это максимально сложно, и вот как-то через это, возможно, повлиять, да, вот, ну вот, с какими-то своими такими силами. Мне почему-то показалось, что если я буду передвигаться пешком, доеду до Москвы, как-то вот у меня вот это получится. Основная моя вот... Что значит, вы до Москвы пешком шли? Нет, ну, перелетать, естественно, я перелетала, да, там, и пользовалась какими-то там поездами, автобусами, но внутри города, внутри разных городов, потому что путь сюда был очень далеким на самом деле, потому что все границы как-то сейчас там не открыты, и много городов пришлось посетить. И вот внутри этих городов я перебиралась там ночью пешком, не спала, встречала разных людей, проявления этого мира. Это было очень интересно и увлекательно. Я даже сейчас до конца не понимаю, на самом деле, насколько много мне было показано каких-то вот таких удивительных вещей. И, ну да, я передвигалась пешком ночью с определенным рюкзаком, я его не снимала. Я не знаю, это как-то вот глупо звучит, но вот для меня это был определенный такой... Ну, наверное, в этом мире вот такие пути, большие или малые, да, то есть с рюкзаком, да, вот люди, часто люди знания, берут котомку и идут. Да, вот это для них некий путь. Они встречают по пути людей, и сколько, на самом деле, сказок, сколько каких-то чудесных вещей с того, что человек собрался в путь. Да, вот как бы путь, как это, туда и обратно, как это Фродо, да, вот туда и обратно. Странный человечек, там, вроде бы там, маленький, смешной, взял и вдруг куда-то пошел. И его дорога изменила события целого мира. Да, вот странные события, он вроде бы ничего плохого не хотел, а просто вот получилось так, жизнь его заставила. Сколько вот этих странствующих монахов было, которые шли, зачем шли, почему шли, да, вот останавливались, разговаривали с людьми, там, дышали, смотрели на звезды, медитировали. Они шли, а мир менялся. То есть, вот, мы привыкли, что мир меняет действия, приходит какой-нибудь там мощный человек, и там, здесь, значит, будет город заложен. И от этого потом только страдания для всех, да, какие-то мучения. А на самом деле мир кружится магией, то есть магия двигает мысль, а материальное это уже там довесок. И сначала мы не скажем, конечно, скажем, вот, что-то, валькирия, вот это, вот, святой подвижник и праведник. Сразу уж скажете, ну, посмотрите на нее, да, это же ведьма, да, там, да, на это, да, на то. Ну, наверняка такие будут. Ну, а как, как должен выглядеть праведник, как должен выглядеть человек знания, да, что это должен быть, седобородый старец, это кто, кто он должен быть. У нас есть штампы, которые мы видим внутри себя, что, как это должно быть. А часто это люди, которых мы не воспринимаем в этой роли. То есть, вот, чувствуете на себе, вот это вот, с одной стороны, да, вот, у вас какие-то свои цели, а вот именно вот это вот некое внимание Вселенной, которое следит за вами, да, и смотрит, и довольна ли она, да, вот вы, вот это внутренние весы, как бы, плохо или хорошо, соответствую ли я этому. Вот, вот что-то меня толкнуло, да, еще, может быть, неделю назад я еще не собиралась никуда, да, жизнь меня закинула, вот, в разные места, и вот, как бы, как эти люди, они даже не знают, да, вот, где я там буду сегодня ночевать, что я буду есть, что я буду пить, да, и куда меня выведет, да, попаду ли я, там, к зловещим разбойникам, или наоборот, там, да, вот, что-то такое произойдет. Вот это же все, это страшно? Мне не было страшно, но вот все было именно так, как вы сказали, начиная от того, как я вышла из дома, вот, с этим рюкзаком пешком, и заканчивая конечной вот точкой, которая здесь, но она еще в некоторых местах тоже будет, но вот на данном этапе я здесь, да. И мне встречались люди, которые мне помогали, я не знаю, там, средствами какими-то, направлением, предложили, предлагали меня там довезти куда-то, там, как-то помочь мне с интернетом, вот, мне нужно, и здесь же сразу раз, и вот. Ну, то есть у вас все, все признаки святого человека, без еды, без денег, без телефона, да, в чужой стране. Ну, если так объяснить, просто на данном этапе вот эти, ну, карточки, которые там, там, где я живу, они здесь, как бы, не работают. Деньги, которые здесь ходят, они не ходят у меня, они закрыты. Сюда взять те деньги, которые в моей стране, они не получаются. Тоже запрещается, да, сейчас очень жесткие ограничения, да, и это тоже был вопрос, получу ли я возможность, разрешение сюда приехать, но это все беспрепятственно как-то происходило, я шла по течению, и оно меня привело сюда. Я встретила много замечательных и не очень людей, и каждый как-то вот показывал именно то, чем он наполнен, каждый давал мне то, чем он готов поделиться. И это уникальная, невероятная такая вот какая-то картина. То есть, все-таки это магическое путешествие силы? Ну, получается так. Ходить ночью на улице, встречаться с людьми, медитировать на колодце, ждать, да, чтобы все пути совпали, чтобы никуда не опоздать. Хотя это тоже было интересно, сюда даже доехать, да, там, раньше выйти, там, позже прийти. То есть, это все имеет смысл. Ты куда-то опаздываешь или выходишь где-то раньше, ты встречаешь каких-то вообще других людей, они что-то спрашивают, им надо что-то сказать, они называют какие-то города. И вот из этих мелочей вот это вот все кипение, оно происходит. Какие-то видео попадаются, какая-то музыка слышится, животные, птицы, растения, вот это вот все. Огромный узор единого целого. И это очень красиво наблюдать. Мне не было страшно. Мне не было страшно. Я понимала, что вот сейчас надо просто взять и поехать. Вот сейчас. И складывались так обстоятельства на работе, там, в личной жизни. Все вот как-то само собой образовывалось. Наилучшим образом. Но не без препятствий. Попадались и не очень хорошие люди. Когда я чувствовала опасность, но в силу того, что как-то я ее на работе осязаю, да и в каких-то других сферах жизни, ну, было по-разному. Ну, то есть это такая карта, к примеру. То есть вы загадали, что будет вот именно это путешествие ваше посвящено как бы освобождению шамана. Да. И если это воспринимать как дорожную карту, да, вот начало пути, середина и завершение. Да, вот что вы можете сказать? Ну, такой вопрос, да. Когда же шаман будет свободен? Я хочу. В соответствии. Нет, хочу, это понятно. В соответствии вот с тем путем и с той догадкой. Сейчас, конечно, наверное, рано, да, сейчас вот как бы середина вашего пути. Середина, да. Но все равно вот, дойдя до середины, как это у Гёта, что ли, да, свой путь земной, нет, или Шекспир, это свой путь земной, дойдя до середины, я оказался в призрачном лесу. И там что-то дальше так. А, Санна, это Шекспир, по-моему, да, это Шекспир. Вот, да, вот, и в чем-то, да, вот, свой путь земной, дойдя до середины, вы оказались, в общем-то, в призрачном лесу. Если так посмотреть, здесь вокруг нас, в общем-то, везде деревья. Да. Я надеюсь, что это произойдет. Вообще, вот, наверное, надо сказать, что всех людей как-то вот проверяют, абсолютно всех людей. И очень много сторонников, и очень много людей, которые хотят помочь. Вот это то, что я чувствую, это действительно так. Шамана не оставляют, да, вот о нем заботятся, реально, много людей. Вот это то, что я чувствую на этом пути, что происходит со мной. Когда это произойдет? Я не знаю, понедельник, довольно ответственный день, да? Я вот некому так... Ну, да, то есть, да, еще произойдет заседание суда, очередное, очередное заседание суда, в котором судьи, судьи вынесут свой вердикт. Не то, что они освободят шамана, а вердикт о плохом и очень плохом. Либо они оставляют его в той же лечебнице, либо они его переводят на более мягкий режим, что дает надежду, так сказать, на следующем этапе, ну, каком-то хотя бы освобождении. Ну, не будем, не будем загадывать, не будем. Хотя понятно, что у каждого из нас есть такое понимание, что и как произойдет новая вселенная. Невозможно предугадать, что может быть. Может быть, сегодня там или завтра, хотя завтра уже поздно, да? Нет. Когда в понедельник. В воскресенье, может быть, завтра ночью судье приснится какой-то особый сон, и кто-нибудь скажет тому, Дружище, сегодня выбор твой. Либо ты отпускаешь этого человека, либо твоя дорога будет, и мы можем показать тебе, куда она придет, куда она тебя приведет. Готов ли ты к ней? Может ли быть такое? Вполне может. Может ли судья, да, вот этот человек умудренный, там, прожженный, вдруг сказать, что нет, вот это такой сон, что вот хоть режьте меня, я там свою мантию растопчу, я вот свою эту шапочку судейскую прямо при вас здесь кучу наложу, да, и скажу, что все, я это как его завязал. Хоть режьте меня, плевал я на вашу пенсию, этого святого человека я не могу судить, я его отпускаю. Чудо, да, вот такие чудеса. Не привыкли мы к ним? Мы привыкли все время к этой такой жуткой серой каше, которая наваливается, и к этим людям, которые смеются и говорят, да, ну вот, что же вы, что же вы обладаете такой, что же вы там, такие колдуны, а шамана не можете освободить? А что же вы из тебя представляете? Кто вы? Мы те, кто хотим того, чтобы его освободили. Много ли у нас сил? Называем ли мы себя как-то? Это вы вешаете на нас какие-то ярлыки? Мы просто люди, просто души, которые желаем что-то изменить хорошее. Ну, а вот эти вот как бы серые персонажи, которые только и могут что-то злословить. Ну, что же, тоже здесь кружатся комары, которые, в общем-то, почти нас не кусают. Здесь сверчки. Ну, нет, сравнивать вот этих мерзких персонажей с этими чудесными насекомыми не будем. Не будем. Ну, хорошо, мы 14 минут, давайте, да, что-то мы тут разболтались. Не знаю, удастся ли нам стрим, потому что Валькирия с дороги. Сегодня вот здесь стоит такой домик. Вы его не увидите, наверное, темный, да, вот такой вот домик, где сегодня Валькирия будет ночевать. Это дом, где ночевал сам богатырь. Ночевал, и эта ночь была непростой, потому что он уже в 5 утра почему-то скакал, прыгал. И это как вот здесь у нас особое место, и здесь снятся удивительные сны. То есть пространство показывает. И, наверное, Валькирия тоже загадает для себя что-то. Может быть, ее сон будет какой-то программой, но тут нельзя предугадать. Здесь все будет так, как будет. Ну, она, может быть, расскажет вам когда-нибудь о каких-то своих осознаниях. Все драгоценное. Пока, счастливо.